всем привет сижу я ем свои яходы в своей комнате и думаю что за херня происходит вы спросите может почему я сижу ягоды в своей комнате догадайтесь трех раз я тут живу со вчерашнего дня я переехала вы спросите чего такая спокойная я просто уже где-то часа полтора назад поплакала немножко и сейчас ничего не чувствую они сплошного триндец вот по поводу того как я буду сейчас записывать в логе не знаю с какой периодичностью это будет ну да ладно буду пытаться мы уже немножко расставили вещи вот так вот крисло это дабильное не нравится мне но у меня еще вот это не все сейчас остальное там стоит в общем естественно я все так оставлять не буду все потихонечку буду переделывать под себя сегодня купила сносить ну и этот новую лейку для душа папку повесим на полочке ванны тут квартира получается двухкомнатная родителям больше я в меньшей комнате очень много старых вещей как для меня вещей короче родители не хотят избавляться но мне придется их оставить сегодня первый день ходила на работу отсюда узнала что идти до работы мне средним шагом тринадцать минут впереди мне два выходных эти выходные я постараюсь делать максимум что смогу первое что мне надо сделать это заказать жалюзи а потом пойти посмотреть вот этот шкаф сюда точнее шкаф другой что этот советский сейчас старый ужасный а я хочу новый я его хотела давно мы его купили вместе он остался там у него естественно я сюда его не забрала вот сейчас планирую может еще переставить диван свой кровать посмотрю как будет кошку оставила там саша не отдал это маяку но не так честно спокойно не чувствую что с ними все хорошо но пока пока я не знаю естественно почему так произошло и рассказать не могу потому что он зачем это выносить или жгут короче будут вопросы спрашивайте пока чувствую себя хреном всем привет это второй день мне просто первый этаж люди ходят это второй день когда живут родители они сегодня суббота и у меня выходные я сегодня весь день тупо лежала не могла то что не могла мне нет нет желания нет энергии вообще что делать по видимым на это причинам машина ездит постоянно сейчас вот полдня отмывала еще вот это вот скотч от окна хочу заказать сюда жалюзи потому что первый этаж шторки не спасают у меня подружка живет в соседнем подъезде позвала с ней вывалять собаку поболтать и пойдем сюда у нас тут прикольный мост с водичкой с озером зелень и пойдем туда погуляем вещи до сих пор не разложены сил нет на это не желание в башке каша внутри каша короче как она не радужна я делаю лайфхак для тех кто не знает как снять липкую основу от скотча со стекол я использую вот такой стеклоочиститель я думаю подойдет любой нужно побрызгать и взять тряпочку тряпочку рассчитывать это что вы потом выбросите потому что с ней будет трындец на ней будет весь клей и вот такими движениями все очень хорошо оттирается выходит единственное что там где больше скотча нужно больше водички это и больше усилий но оно все оттирается как видите оп 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 и оттерлась оп 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 всем доброе утро это третий день когда я живу с родителями я вчера весь день провалялась весь вечер провалялась потом начала смотреть какой-то советский фильм и уснула но я дотерла все-таки окно вчера пришла мама мы поразговаривали она мне тоже так сказать как радио поработала уболтала меня сегодня сходить посмотреть шкаф вместо вот этого единственное я не знаю куда его поставить в эту сторону или туда вот в тот угол потому что от этого будет вся мебель плясать в разные стороны вот пойдем мебельный в аврору зайдем я куплю всяких посудина которые мне нужны и попробую сходить заказать жалюзи если они там будут работать потому что в субботу мне не получилось сходить ой в пятницу да не получилось сходить что еще что еще завтра на работу рассказать вам нечего тревог слава богу не было ночных это очень хорошо я немножко выспалась на улице жара так что сейчас быстро собираемся кушаем и выходим долго ходить я не хочу потому что жарко возможно даже не подержали заказывать потому что жарко может завтра схожу в общем буду смотреть по обстоятельствам у меня почему-то в последнее время очень быстро портится настроение ходить куда-то в магазин что-то выбирать сейчас только всего нужно купить и сделать вы просто себе не представляете ладно будет как будет так сказать все я собираюсь включусь уже в магазине если там будет вообще из чего выбрать шкаф потому что сейчас наверное цены будут трынец какие сильные большие ну посмотрим я собралась сейчас с мамой меряли размер шкафа я поняла как я хочу чтобы у меня все стояло значит сейчас шкаф стоит вот здесь я хочу чтобы он стоял вот тут вот вот его длина будет вот такая здесь будет стоять кровать то есть вся длина будет занята а с этой стороны я поставлю свой столик ну и какой-то там комод в общем ну желательно чтобы здесь вообще было пусто мы приблизительно прикинули какой будет размер ну если уже так получится что не получится тогда будем что-то думать ну в общем пока план есть комната засрана конечно извиняюсь в общем идем сейчас узнавать у нас на солнце уже 35 градусов короче на улице жара я в юбке жду пока мама оденется и выходим сегодня много я думаю ходить не буду из-за жары я очень надеюсь что-то будет по моим размерам если что-то будет мы сразу берем и заказываем и готовое место для шкафа пошли так нашли комод цены конечно триндец но прикольный но цвет по-моему вообще такой же как у меня хороший на цвет мне надо шуба подходила под мою мебель шкафчики на 30 не маленький вот а шкаф короче я хочу вот такой как как вот стоит он 9000 стоит стоит ну короче дорого но что делать не за это короче как всегда меня ждал облом раньше этот магазин там где мы заказывали шкаф он делал все под заказ можно было сразу рассчитать по своим размерам сейчас они это не делают посылать на какую-то фабрику дали мне визиточку буду с недели звонить короче быстро не вышло но зато мы нашли прикольный комод вот но шкаф мне нужнее надо сначала брать шкаф ну ладно я пытаюсь не расстраиваться идем в аврору покупать всякие коробочки ящички полочки квартиру купусики это мы идем с магазина купили кучу всего в разных магазинах мама там еще тащит с собой короче где она там купили кучу всего во врове нужных вещей то не все сейчас пойдем еще с подружкой скупаться потом сниму видео отдельно что мы купили краску для двери для радиаторов не было краски придется мне идти тогда жалюзи буду заказывать надо будет идти там покупать краску для радиатора валик все вот это вот вот так вот так что в принципе мы нормально скупились вон она еще тащит сумку сейчас еще пойдем с подружка в другую аврору я хочу там полочки все-таки найти ни в одной авроре нет полок у нас их повыгребали капец сомнения как раз надо зарез ну повезло то что у нас путь путь к рынку у нас по холодку ты заметила даже особо жарко не было я конечно как всегда потная как лошадь потому что нет моего дезика любимого сейчас жара сейчас жара у нас так и есть у нас цель лошадь поэтому мы пашем лошади логика мамы неизменна а никто этого не ценит да мужики не ценят то что женщины пашут как лошади ладно пошла сниму что мы купим в авроре так ну что иду домой купил опять пол аврора если бы не было полочек опять их вообще нигде нет нужно ждать теперь завоза полочек зато тащу целую целую сумку всего будет огромное видео распаковки и много ништячков купила прикольных ну уже сниму видео покажу вам что я там купила вот такая у меня красивая дорога домой у нас сегодня очень жарко кстати моя огромная сумочка совсем всем было бы еще больше всего что мне надо я бы еще больше купила мне на самом деле надо больше всего там всяких коробочек но я пока не знаю какие размеры мне надо по поводу комода мы сначала хотели его купить но он по размерам пока нам не подходит я решила не спешить он там будет хочется сначала поклеить половину обоев другим цветом а потом покупать уже комод короче и шкаф за шкафом надо еще идти и спрашивать когда его сделают сколько это будет стоить в общем все дел дел но сегодня нужно еще подготовиться к завтрашней работе чем я сейчас и буду заниматься друзья я дошла домой но грязная надо мыть уже знаете а я довольна потому что я сегодня от души скупилась и купила действительно то что хотела хотела я много и у меня теперь есть идея для видео я с ним уже вам обязательно уже 300 раз сказала наверное не знаю вот эти долбанутые полочки как мне раздражает их можно заказать алиэкспресс но прикиньте сейчас войну это ждать очень долго по поводу обоев я вам рассказывал у меня всякого комната вот в таких обоих заклеена я хочу я сначала думала переклеить все полностью сейчас покажу то есть вот так вот у меня видите да еще вещи не раскладывала не обращайте внимание вот я думала всю комнату переклеить но потом думаю а зачем обои классные они держатся то есть я хочу какую-то сторону или эту или то что переклеить в однотонный цвет какой-то вот ну такой вот наверное вот такой хочу красивый будет ну или светлый посмотрю и для того чтобы сюда вешать там холст картины часы может перевешать потому что с той стороны я хочу чтоб стоял шкаф и кровать ну я не знаю как это все будет все надо подумать возможно опять же шкаф будет вот здесь а здесь кровать там а здесь мебель короче не знаю вообще не понимаю как я хочу чтоб все стояло надо еще будет прикинуть и надо пойти купить обои то есть следующие выходные у меня будут для того чтобы пойти купить обои вот и поклеить в принципе там я думаю недолго пока пока мебели мало чтобы их поклеить удобно было можно будет это реализовать вот так я думаю что еще вам сказать что еще вам сказать или же или же здесь будет шкаф тут будет комод тут будет мой столик для короче столик зеркальный а с той стороны будет стоять только иван можно принципе и так как вариант просто мне неудобно дверь когда диван стоит она плохо открывается особенно если он разложен потому что у меня есть матрас хотя тогда я могу сделать я могу поставить диван вот так все равно будет много места короче столько вариаций в маленькой комнате ладно придумай чё-то сейчас буду все раскладывать нужно переложить вещи нужно столько всего сделать но я рада потому что я вчера просто лежала весь день сегодня у меня прям колбасит у кота закисли глазки надо тоже глазки ему капать потому что бедненький у него прям слезки текут и обязательно надо покушать короче все будет хорошо пусть главное знаете пусть военные действия прекращаются это наверное будет самое кайфовое в жизни потому что вроде бы все более менее но когда вспоминаешь идет война и это короче не очень хорошо кстати оба на мой кот спит весь день в коридоре там прохладно по сравнению с боней он такой сказать такой спокойный такой никакой такой прям весь малахольный тима ты такой спокойный ты такой вообще никак пущий а да такой интересный код ты интересный код когда я интересный код мне конечно ну старше боня намного он не такой игривый он уже побольше спит такой старичок уже огромный просто глазкам смотрю уже легче от одного раза уже а тут вот ничего не собирается будем капать лечить тебя ты мой хороший купила ему лоток наполнитель поставлю еще потом 2 лоток куплю хотела сказать моя девочка это мой мальчик спи это у меня полубританец к стать нечистокровный да тут прохладно он тут и лежит от расчетки не купила вам потому что нет он тоже линяет все все не мотай не мотает я все вижу ты уже злой тебя помешала все еще прикол расскажу вам короче у меня нет корзины для белья я свое белье не не стиранное как сказать складировала в пакет мы с мамой зашли на рынок и я увидела вот это мусорное ведро которые теперь служат мне корзина для белья если что наверное я здесь и сделаю пару отверстий для того чтобы проветривать хотя здесь он она в две стороны короче чтобы более было проветривание и тут как раз белья на одну стирку на собиралась постирала на собиралась постирала куда-то в уголочек поставлю у меня будет своя корзинка вот такая я молодец лайфхак